Не идется и не едется, потому что гололедится. Вот и пришла настоящая зима со снегопадом. Большие сугробы вызвали у рязанцев затруднения. Люди вынуждены перемещаться по очищенным островкам, которых немного. На дорогах появилось больше пробок, машины буксуют, их приходится выталкивать. Хотя существует правило уборки снега. По правилам, ответственная за уборку организация должна была убрать снег в течение шести часов после снегопада. Однако, как мы видим, этого не произошло. Территорию жилых домов должна очищать от снега управляющая компания, а дирекция по благоустройству города – площади, улицы, парки и скверы. Из-за торговыми точками также закреплены прилегающие территории. Однако, сугробы продолжают расти. А соответственно, и недовольство рязанцев тоже. Снег – это хорошо, считают они, но никогда он затрудняет движение. Мешает, да. Работа плохо проводится по чистке. Главные улицы проспекта чистят, а все, что чуть вбок, просто не проехать, не пройти. Снег очень, конечно, хорошо, потому что это нормальное явление для зимы. Но а то, что его не убирают или говорят, что убирают, на самом деле ничего это не видно. Проезжие части все сужены на три метра. Все любые, особенно, где не проходит общественный транспорт. Дворовые территории и въезд во дворовые территории. Вообще управляющая компания, вот в частности, управляющая компания номер 17, там ничего не чистится. Вот, работает один дворник, вручную. Трактор проезжал, может быть, раза два за все время снегопадов. В общем, как выезжать, как ходить. Люди падают, пожилые люди особенно. Я не знаю, как они преодолевают эти снежные барханы. Организацию, которая не выполняет свои обязанности по очистке территории от снега, могут оштрафовать суммы штрафа от 10 до 200 тысяч рублей в соответствии с законом Рязанской области об административных правонарушениях.